Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 154. Я очень люблю своего мужа, своих детей. Не грешу ли я этим против Бога? Ответ Игнатия Лапкина. Сложность получения правильного ответа состоит в том, что нет в мире ни одного слова, ни одного понятия, даже библейского, которое имело бы однозначность. Так и Слово «любить» в большинстве случаев понимается превратно и редко в божественном смысле. Любить значит содействовать спасению, делаться с родственным божескому естеству. Если ваша любовь стоит в этом ряду, да будет она благословенна и вознаградится сторицею. В каждом вопросе всегда нужно ставить четыре подвопроса, чтобы правильно понять написанное в Писании. В разрешении неопределенности своих поступков человеку также нужно ставить четыре вопроса, решая, делать это или не делать. Первое. Чего я ищу этим действием? Духовного или телесного? Вечного или временного? Второе. Что об этом говорит Библия? Третье. Что об этом говорит моя совесть? Четвертое. Не принесу ли я соблазна этим поступкам кому-либо? Получив положительные ответы по этой анкете, можешь смело притворять в дело задуманное. Любовь не бывает бесконфликтной, особенно в семье. Арсений Великий говорит, что на небе тысячи ангелов и одна воля, а на земле тысячи человек и тысячи воль. Подавляющее большинство неурядиц, скандалов, ссор, обид, разводов, побоев и убийств в семье случается из-за несоблюдения табели о рангах. Муж есть глава, жена тела. Первое. Коринфянам. Одиннадцатая. Глава. Третий стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава – Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Первое. Тимофею. Вторая глава. Одиннадцатый. Двенадцатый стихи. Жена да учится в безмолвии со всякую покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Любить значит влечь на небеса и с любимыми поступать согласно Писания, не потворствуя его слабостям, вожделениям и непокорности. Если у вас такая любовь, и вы живете бесконфликтно, то вы выходите из ряда обыкновенных жен. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok